И вот здесь вот внизу на минус первом этаже есть зал, который достаточно мрачно подсвечен. И это, конечно же, сделано не случайно, потому что тема не однозначная, тема щекотливая. Речь пойдет о DC-3. Это самолет американского производства, который состоял на вооружении шведских военно-воздушных сил. И он был оборудован на тот момент, на 1952 год, по последнему слову разведывательной техники. На нем стояли средства регистрации, средства обнаружения радиосигналов. На нем было специальное оборудование, которое должно было пилинговать сигналы от наших радиостанций. А также должны были они засечь наши РЛС, то есть наши должны были радары обнаружить и дальше доложить, где они стоят, как работают и тому подобное. Самолет летал вдоль границ Советского Союза, над Балтикой, в нейтральных водах и в один из своих полетов. Из одного, собственно, боевого вылета своего он не вернулся, потому что он был сбит нашим МиГ-15. Вот здесь вот показаны, посмотрите, это съемки подъема, съемки исследования уже в 2003 году, 22 октября 2003 года. Мы здесь видим в нижнем левом углу надпись и на глубине 124 метров наблюдаются обломки этого самолета. Он пролежал там, вот, собственно, до глубоких 2000-х, можно так сказать. И все эти обломки сейчас, все обломки поднятого самолета находятся вот здесь вот у вас на экранах. Они здесь так достаточно мрачно подсвечены, но вот можно здесь разглядеть. Вот это вот конкретно, посмотрите, это кабина. И дальше идет салон. Левая часть, левый борт практически полностью разрушен. Вот здесь вот мы видим крыло и обознавательные знаки шведских ВВС. Дальше вот здесь вот это один из пропеллеров. Вот он, один из винтов, который также здесь поднят. И видно, что он загнут от контакта с водой, от соприкосновения. Самолет полностью разрушился, погибли 8 человек экипажа. И здесь показана атака. Ну вот конкретно это момент приводнения. Момент приводнения самолета. И также, естественно, здесь вот видно часть. И вот она, часть вот показана. То есть, как бы доказательства того, что по нему вели огонь. Хотя там основные доказательства были предоставлены, когда наша сторона рассекретила документы и предоставила их шведам. И вот здесь вот еще тоже сам момент атаки показан. Сам момент атаки. То есть, был прострелен левый двигатель. Самолет загорелся. Один человек выпрыгнул с парашютом. Остальные остались там. По парашютисту огня не производилось. И не было приказа, собственно. Но самолет проводили до самого низа, чтобы удостовериться, что он был сбит. Потому что это был самолет-разведчик. И ситуация неоднозначная. Потому что, с одной стороны, самолет в нейтральных водах. И его сбивает наш военный самолет. Гибнут люди. С другой стороны, это самолет-разведчик, который должен был выполнять какие-то свои функции. И перед этим неоднократно нарушались границы воздушные. Вот вы тоже видите эти части, садоноподнятые. Нарушались границы воздушные. Чуть ли не в тот же день, 52-го года. Другой самолет, суперкрепость, был сбит. Американский только. Был сбит уже на Дальнем Востоке у нас. У него, действительно, обратите внимание, это же отдельно иллюминатор. И отдельно дверь для эвакуации обозначена. И обратите внимание, здесь есть как раз вот такие вот пробоины. Те самые пробоины от орудия МиГ-15. Вот здесь вот есть большой такой опознавательный знак шведских ВВС. И, собственно, следы говорят о том, что экипаж готовился покинуть самолет. Готов был. Ну вот здесь вот есть такой переключатель. То есть, там повернут. То есть, были предприняты действия к эвакуации. Здесь, я говорю, ситуация неоднозначная за счет того, что, с одной стороны, это вот мирное время. А, с другой стороны, политическая обстановка была наколена до предела. И все-таки шведы, то есть, в 90-х годах, грубо говоря, в обстановке признания собственных ошибок и шведами, и нашими, было принято, что наши рассекретили документы. А шведы приняли, что это действительно был самолет-разведчик, и имели место быть нарушения воздушной границы. Вот хвостовая часть. Здесь очень плохо сейчас видно, но она вот сюда вот, на бок завалена. И отсоединилась. Вот, собственно, костыль. Это заднее колесо. Заднее колесо, которое отсоединилось тоже от самолета. И вживую, конечно, видно, но вот здесь вот напротив уже начинают отсвечивать, отсвечивать вот такие вот фотографии. И, собственно, это вся вот история, как шло обнаружение корабля. А это еще один был самолет, который был 16 июня сбит. Это Каталина. Вот вы видите, что она осталась на плаву, экипаж эвакуировался, экипаж был поднят немецким судном, которое проходило мимо. Вот это Каталина была сбита, потому что пересекла воздушное пространство. Ну и, собственно, другой МиГ-15 прилетел и ее сбил. Очень была напряженная обстановка на тот момент. Напомню, что Советский Союз... Единственное, только здесь как-то не говорят, что это Советский Союз, а говорят, что это именно Россия. Вот такие вот достаточно серьезные страсти кипели в начале 50-х годов между нашими странами. Вот здесь тоже показаны кадры поисковой операции, которая проходила в то время. Таким вот образом был расположен самолет на дне. Именно так он лежал. То есть двигатель, который горел, и это оказалась слабая часть. Плюс именно на эту часть завалился и изначально сконтактировал с водой самолет. И поэтому левое крыло, оно практически полностью отделилось, но оно отломилось, по крайней мере. И вот таким вот образом он уже лежал на дне этот самолет и пролежал до начала 2000-х годов. Ну и вот тоже обратите внимание, плохо видно, но именно так вот на дне пролежали все это время двигатели. Вот здесь вот мы видим, собственно, винт и чуть правее двигатели, там вдалеке весь фюзеляж. Здесь вот находятся кресла первого и второго пилотов, которые выпали, собственно, на дно из кабины. И это такое страшное напоминание о том, к чему приходят все эти подковерные политические игры, когда политики толкают своих людей, одних на одно преступление, других на другое. Здесь же на экспозиции еще показаны личные вещи, множество карт, носки вязаные, жилетки, также вот часы командира здесь есть, блок Винстона у экипажа был в распоряжении, а также множество-множество различных личных вещей, в том числе и компаса, вот шлемофона часть, вот тоже карта. И по этой карте даже можно проследить какие-то отметки, которые тоже делал экипаж карандашом. И так далее. Здесь же детали оборудования. Детали оборудования, корпус вот лежит, то есть это рации и прочие-прочие вещи, средства связи, которые были, и обнаружения, которые использовались специалистами на этом самолете. Также было обнаружено шведскими журналистами, что Швеция приобрела 3 DC-3 и самым современным разведывательным оборудованием. И судя по всему, еще тогда был сделан вывод, судя по всему, это один из вот этих вот самолетов, и был сбит, как раз, который был взят в Соединенных Штатах Америки. Здесь вот ножи показаны, 4 одинаковых ножа, которые здесь в ножнах до сих пор находятся. И вот это такой вот строительный нож, он, в принципе, до сих пор, можно сказать, не на вооружении, но до сих пор в использовании. Также еще, естественно, в портфеле летчиков. То есть это все вещи, которые все это время пролежали вместе со своими хозяевами на дне Балтийского моря. Ну и, собственно, вот такая вот Каталина была сбита буквально через какие-то часы после того, как был сбит DC-3, и вот от нее такой же хвост торчал из воды Балтийского моря. Это здоровенная летающая лодка, которая использовалась и как разведывательный самолет, и как противолодочный, и, естественно, как самолет, собственно, участвовавший в поисково-спасательных операциях как у союзников, так и потом уже после войны еще она использовалась, в том числе и ВВС Швеции. Вот здесь вот наверху, обратите внимание, это спидфайр. На нем нет вооружения, это разведчик. Такие спидфайры являлись самыми быстрыми самолетами с поршневыми, именно вот с пропеллером, которые служили в ВВС Швеции, и они развивали очень высокую скорость, более 700 км в час они могли выдавать, при том, что МиГ-15, который здесь чуть левее, давал в районе 1000 км в час, то есть мог разгоняться на 1030, если мне не изменяет память, километров в час. И, собственно, из-за многократного нарушения, то есть одна из версий, что из-за многократного нарушения советской границы вот такими вот разведывательными спидфайрами, которые прощупывали систему ПВО Советского Союза, и было принято решение сбить вот этот вот самый DC-3. А после того, как был сбит DC-3, и в его поисковой операции, собственно, принимали участие две вот таких вот Каталины, была сбита еще и Каталина. И вот как раз после того, как вот эта вот поисково-спасательная Каталина Миг-15 была сбита, там экипаж выжил, начался дипломатический кризис между Швецией и СССР, потому что за DC-3 было шведам, конечно же, не предъявить за разведывательные. Обратите внимание, как экспозиция построена, то есть здесь есть Каталина, над ней кружится вот этот вот самый Спидфайр, который разведчик с фотоаппаратами. Вот здесь вот как бы заходит вот на боевой курс Миг-15, который олицетворяет, собственно, тот самый Миг-15, что сбил DC-3 и Каталину другую. И под Каталиной вот здесь вот буквально находится окно, и там видно разложенный в том самом порядке DC-3, в котором он был тогда, в то время, и все время там до 2003 года пролежал на дне, с 1952 года. И вот когда смотришь и видишь, что вся эта экспозиция здесь расставлена не случайно, что все самолеты здесь на своем месте, и место их продиктовала сама история, сама история кризиса, сама история тех событий, прям, так знаете, до муражек пробирает. И можно по-разному относиться вот к этой ситуации, к сбиванию самолетами советской противовоздушной обороны, самолетов западного блока и так далее. Но самое главное просто это знать, а уже выводы каждый делает сам. Все, на этом я обзор свой заканчиваю. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова